Всем привет! Сегодня у нас вторая серия сравнения вот этого каркадила, арбалет Влад и нормального арбалета Мамбо Агрегатор. Но это не последняя серия. Будет и третья, и четвертая, потому что этот арбалет стоит своего внимания. Этот классный арбалет и стрелять и все остальное, а этот только на детали разбирать. Тут как капанешь, тут столько всего нового, всякого ерунды вылезает. Ладно, давайте стрельнем. У меня так же до сих пор палец больной. Так, заряжаем. Оператору в этот раз не буду давать, в руки подержать ничего. Попробуем так все выстрелить. Так, намечаемся, стреляем. Так, теперь берем этот конкурентский арбалет, так называемый крокодил. Так, смогу ли я зарядить, или мой нормальный арбалет упадет. Оп! Смог. Вот это вот зараза. Так, ну что ж, пойдемте вторую серию обсуждать этого крокодила. Честно сказать, с этим вообще никаких вопросов нет. А вот над этой конструкцией я постоянно выгораю. Ну, внешний вид, ну, крокодил, ребята, ну, согласитесь, а? А конкурент постоянно Берхантеру пишет, что это классный арбалет. Пошли, к сожалению. Вторая серия у нас для сравнения. Смотрите. Мамбо обычный арбалет стоит 29 тысяч. Мамбо-агрегатор, ну, не считая прицела, не считая приклада, стоит 39 тысяч. Это альтернатива, с чего это все сделано? Обычно однозарядный и многозарядный арбалет. Дальше поехали. Аллигатор. Вот такая основа у этого арбалета. И приклад, и все. Это стоит в пределы от трех до пяти тысяч. Это стоит 37 тысяч. Ребята, разница 29 и 39. Здесь 5 тысяч и 37 тысяч. 37 тысяч за магазин, доплата и за железный приклад? Ребята, вы чем думаете вообще, а? Это как называется, а? Ну, ладно, плечи еще дополнительно прибавили. Ну, разница. 5 тысяч вот эта вот основа здесь, и эта 37 тысяч. За что? Где? Где пропали 30 тысяч? Ну, логически рассудить. За что? Вот за это прибамбах и за железный приклад? Ну, и все. Вот дальше обсуждать нечего. Ладно, пока мамбу мы уберем. Оператор, заходи внутрь. Вот смотрите, здесь пластиковый арбалет. Я в первую серию уже говорил. Ой, пластиковый приклад. При заряжании вроде плечи-то здесь слабенькие, поэтому все равно они ломаются. Как я и говорил в первой серии, наверное, поэтому здесь... Ай, блин, палец больно до сих пор. Поэтому здесь сделали железный приклад, чтобы они 40 килограммов потянули, потому что 20 килограмм они спокойно заряжают. Так, давайте повторюсь, здесь много минусов. Мы их постепенно будем все обжевывать. Очередной наш прикол. Это у нас магазин открывания. Так, вот это вот их фирменная стрела. А вот это обычный дротик. Один в один скажете, да? Ну, давайте зарядим их стрелу. Братан, ты не отвлекайся. Грохнется, грохнется. Самое главное, чтобы бирхантерская продукция не грохнулась. Вот сделаем так. Обычный дешевый дротик, ихнюю стрелу. Все. Заряжаем. Самое главное, пальцы не покалечите, так они покалечены. Сначала у нас идет ихняя стрела-выстрел. Опа-на. Теперь у нас идет стрела желтая, которая дешевый дротик. Так, это я уже боюсь, честно сказать, стрелять. Видели? Видели? Вот желтая стрела, видно там? Одинаковые стрелы. Какого перепуга? Тетива пришла сверху над этой стрелой. Это что такое? Совершенно одинаковые стрелы я специально вам показал. Теперь как эту хрень убрать? Так, надо вспомнить. Вот сюда выдвигается штифт, по-моему. Блин, очки-то я не взял нифига. По-моему, да. Вот здесь вот штифт. Оп. Вот, видите, выдвинулся штифт. Блин, с моим пальцем покалеченным. Так, открылся, нет еще. Оп. Вот, видите, открылась. Так, это мы пока стрелу убираем. Желтенькую стрелу мы тоже убираем. Совершенно одинаковые стрелы и такой фальстарт. Представляете, если бы здесь стояли 20, ой, не 20, а 40-килограммовые стрелы, я бы покалечился. Но стрелы, ты посмотри, вот одинаковые они совершенно. И по длине, и по оперению. Почему они не стреляют? И по толщине. Видно? Сфокусировалось. Давайте сразу. Следующий момент. Вот, смотрите. Берем, достаем плечи. Ребята, ну это что такое? Это пластик. И здесь направляющий пластик. Ну как может метко стрелять пластиковая фиговина? Так. Ну, честно сказать, из удобств два. Из удобств, да, хорошо. 20-килограммовые плечи убрал, 40-килограммовые плечи подставил. Зафиксировал. Штифт встал, все готово. Вроде просто все. Но, ребята, из-за этой простоты все ходит с ходуном. Как можно стрелять метко из вот такой фигни? Сейчас я. Для сравнения. Вот, для сравнения давайте посмотрим опять однозарядники. Это база этих арбалетов. Здесь направляющая железная. Здесь направляющая пластик. Я вам уже показывал. Здесь все скручивается. Прям выжим... А, блин, не смогу я сейчас сделать. Видно там? То, что ходуном это все ходит. Во, да. Здесь вы захотите так не сделать. Здесь железная направляющая. Поэтому этот арбалет метко стреляет. Здесь пластиковая направляющая. Я вам показал. То бишь, видите, надо измудряться... Только фирменные стрелы брать. Потому что обычные дротики, которые продаются дешевые, Они нифига не подходят. Я вам сейчас наглядно показал. Ну да, не спорю. В Мамби-агрегаторе там свои специфические длинные стрелы. Но они и кучно, и длинно, и летят точно. И во-вторых, их вытаскивать они на дольше и хватит. Чем вот эти вот мелкие стрелы. Фу. Слушайте. Ну это я сказал. Давайте третью, четвертую, еще пятую серию. Потому что в одной серии все обсуждать... У меня сейчас, сказать, нервов не хватает. Я вам рассказал про направляющую. Как здесь это... Плечи меняются. Вроде легко. Но из всей этой конструкции только штифт железный. На котором это все крепится. Опять же, нельзя стрелять обычными дротиками. Хотя совершенно стрела одинаковая. Почему такая конструкция? Я боюсь сюда 41 килограмм ставить в плечи. Потому что если такой фальсорс будет, то что со мной потом случится? Ну, короче говоря... Так, все мы обсудили. Но тут столько всякого ерунды еще в этом крокодиле. Поэтому пишем комментарии. Продолжение снимать или не снимать. Будет третья, четвертая, пятая. А может еще какая-то серия. Потому что, повторюсь, здесь как копнешь. В этом арбалете только одни минусы. Единственный плюс только складной приклад пока. Пишем комментарии, как вам. Лайк ставим. И продукция Бирхантера гораздо круче, чем вот эта конкурентская. И конкуренты постоянно пишут всякие гадости. А Бирхантер никогда ничего не пишет. У него все хорошо. Конкуренты пишут то, что их продукция лучше. Бирхантер молчит. Ну, просто продукция Бирхантера, как и сам хозяин Бирхантера, вежливые человека, грамотные. А эти пускай пишут всякое. Фига не. Всем пока. До новых встреч.